Всем привет! Сегодня поговорим про так называемое ЧВК Редан. Очень много информации сейчас было выброшено в информационное поле Украины. И очень много рассуждений на эту тему. За, против. Я как психолог, детский психолог, хочу высказать свое мнение по этому поводу. Смотрите, проявление подобной ситуации, которая сейчас развивается в этом так называемом ЧВК, но это не частная военная компания, о которой вы можете подумать. То есть к войне это не имеет никакого отношения. Подростки неформалы объединяются в группы и они таким образом пытаются защитить себя. То есть против всякого рода там скинхедов, которые, к сожалению, в Украине тоже есть. Там фанаты футбольные, либо какие-то там гопники, как их называют. Это просто, напоминаю, гопота, которая, если, к примеру, у вашего ребенка длинные волосы, либо, возможно, он там красит ногти в черный цвет или еще что-то, но он мальчик, но у него есть какие-то такие проявления неформальные. В принципе, ничего критичного в этом нет. Если человек так себя проявляет в подростковом возрасте, это на данный момент это норма. Я во всех своих роликах провожу красной линией мысль о том, что у вас должно быть доверие с ребенком. Ни в коем случае, если вы там посмотрите телевизор, там наш великий прямой марафон, как он там называется, даже не знаю, единый марафон, что там вам расскажут, что вот надо там объединиться там сейчас все вместе против этой всей ерунды, детей там закрыть дома, чтобы они никуда не выходили. Если меня смотрят учителя, тоже это очень важно, чтобы вы это поняли. Не нужно на детей давить. Ни в коем случае, если вы классный руководитель, не говорите, что вот ты там не такой, как все, давай нужно быть там как инкубатор, как было в Советском Союзе. Нет. Ребенок проявляет себя так, как он считает нужным на данном этапе жизни. Если это не вредит, физически не вредит никому другому, физически, психологически и так далее, окружающим, то вы не имеете права, никакого права вообще на ребенка давить. Против таких детей очень часто идет буллинг, наоборот, в школах, у кого там длинные волосы, там или волосы, допустим, покрашены какой-то странный цвет, там фиолетовый, зеленый, там розовый и так далее, там белый у парней, ногти накрашены, там черный цвет, у тебя готы и так далее, челка висит, там закрыта полглаза. То есть это все проявление ребенка, он так себя проявляет. Если вы родитель, у вас ребенок такой, с такими проявлениями, ни в коем случае, пусть все просмотрят, это ерунды, которые показывают сейчас по телевизору, ни в коем случае не делайте что-то подобное, что типа вы пришли, ребенка связали, скрутили, взяли ему там эти ногти, помыли, почистили, волосы обрили, если у него длинные волосы, чтобы он, не дай бог, там не вступил в эту организацию. Ребенок вас возненавидит, и он будет вас не видеть до конца жизни, поверьте. С ребенком должно быть доверие, если ребенок проявляет... Это организация, я промониторил ситуацию, посмотрел ролики с людьми, которые в этой организации находятся, как они это объясняют, именно молодежек это объясняет. Они объединяются не для того, чтобы проявлять агрессию против кого-то, а для того, чтобы защищаться от агрессии. Понимаете? То есть, если, условно говоря, такой человек идет по городу, такой подросток, к нему подходят какие-то гопники, там 2-3 человека, и начинают, да чего ты, чего у тебя волосы там длинные, чего у тебя там ногти черные, да ты там гомик там и так далее, вот эти все выражения, которые я не хочу здесь на канале говорить, чтобы не было проблем потом с Ютубом. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. И дети, дети, подростки, дети там, юноши, которые в этой организации так себя ведут, да, неформально, скажем так, они объединяются для того, чтобы ходить, грубо говоря, толпой, и чтобы эти гопники их не трогали. Они первые эти гопников не трогают, у них нет цели найти гопников и уничтожить гопников, такой цели у них нет. У них цель объединиться, чтобы их никто не трогал. Поэтому в любом случае вы должны со своим ребенком общаться. Если он вдруг попадает в эту организацию, просто узнайте у него, какая причина конкретно для него, почему он это делает. Не нужно сравнивать эту организацию с синим китом. Это абсолютно другое. Синий кит, это влияние было, когда сидел какой-то типа куратор и давал задания детям, и дети под влиянием психологии масс, скажем так, да, вот другие могут и я хочу, делали какие-то поступки вплоть до самоубийств. Здесь немного, не то, что немного, не то, здесь абсолютно не то. Здесь идет объединение для того, чтобы выжить. В прямом и переносном смысле. Поэтому, если ребенок ваш в этой организации, вы узнаете конкретно, какая цель у него. И повторюсь еще раз, что бы ни было, как бы ваш ребенок себя не вел, если вы не хотите потерять отношения со своим ребенком до конца своей жизни, либо его жизни, ни в коем случае не делайте таких поступков, которые оттолкнут ребенка. Если ребенок, подчеркиваю, красит, условно говоря, ногти в черный цвет, это его проявление. Посмотрите аниме. Какие-нибудь аниме с ребенком. Ребенок ваш, если, допустим, не смотрит там какого-нибудь условного ЧПД, который мы смотрели, а смотрит аниме. Посмотрите с ребенком, посмотрите аниме. И вы все поймете. Это субкультура, она развивается очень долго. И, в принципе, ничего плохого в этом нет. Если вы правильно это поймете, и правильно это проанализируете, и правильно сможете со своим ребенком это обсудить, то проблем не будет ни у вас, ни у вашего ребенка. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok